Здравствуйте! В эфире программа «Факты и мнения». У меня в гостях директор Краснодарского трамвайного троллейбусного управления Алексей Князев. Алексей Иванович, здравствуйте! Добрый день! Ну, начну, конечно же, с насущного и злободневного. На улице плюс 35, в трамвае столько же. Ну и, в общем, когда это закончится? Да. Проблема данная действительно существует. Мы ее пытаемся решать следующим образом. Ее можно решить только через приобретение новых транспортных средств с кондиционированием. Сейчас очень часто поступают жалобы, в том числе и к нам на предприятии, по поводу того, что висит значок, допустим, в новом подвижном составе, который закупали три года назад, односекционные трамваи, висит значок кондиционера. Но там висит значок кондиционера только для водителя, транспортная особенность. То есть, именно внутри салона на тех транспортных средствах было не предусмотрено трамвая. Сейчас новый подвижной состав, это вот первый трехсекционный трамвай, видите, где мы закупили, там есть система кондиционирования. И также на метелице, которая у нас находится в стадии испытания, то есть тоже есть кондиционеры. Только два трамвая сейчас оборудованы кондиционерами. Это действительно очень сложно, очень плохо, но только постепенной заменой. Технологически невозможно установить кондиционер на старый подвижной состав. То есть, как бы там есть определенные спецификации, или это будет уже золотой трамвай. Но вы заговорили о трехсекционных, понятно, стали появляться на улицах Краснодара. Станет ли их больше? Показали ли они свою продуктивность? И вообще, двухсекционные исчезнут вообще? Вопрос заключается, эффективность они уже показали, потому что Витя съездит с апреля месяца. Мы смотрим по стране, массовое внедрение идет Питер. Сейчас закупил много трехсекционных трамваев, сейчас на очереди Москва. Именно вопрос заключается в трехсекционном не только, что у него облик и дизайн, а в первую очередь то, что иногда вы часто видите в трамваях очень большое количество людей, то есть и тесно. То есть, за счет того, что он трехсекционный, более просторно, более комфортно. Потому что основная задача у предприятия, естественно, создать комфортное передвижение, чтобы как можно больше людей комфортно чувствовать и не всегда выбирал свой личный автотранспорт. По поводу кондиционеров, хотел бы еще добавить, что это вот в трамваях самая худшая ситуация, да? А, ну, наверное, и в троллейбусах тоже, потому что в троллейбусах, когда есть очень часто трамваи, то есть кондиционеры, очень часто кондиционер не успевает набирать свою мощь. Потому что, когда троллейбус проходит по спецучасткам, то есть получается так, что у него идет разрыв электрической цепи. Сам он едет, а разрыв происходит. Как только разрыв, кондиционер отключается. Иногда бывает, что несколько спецучастков, он не успеет включиться, уже опять отключается. И создается эффект, как будто не работает. Это технологическая особенность именно троллейбуса, потому что у него непостоянный ток. Ну, а к троллейбусам мы еще вернемся. Я знаю, что вас даже называют врагом троллейбусов. Но сейчас хочу спросить про Витязь. Будем собирать в Краснодаре? То есть, я так понимаю, будем экономить? Вопрос следующего характера. У нас подписано соглашение о намеренных по крупной узловой сборке. Транспортные системы сейчас не из лидеров по производству трамваев именно в Российской Федерации. То есть, заинтересованность свою они подтверждают в этом. Единственный момент, что мы планировали уже там в сентябрь-октябрь начать там еще следующий трамвай. Ну, на данный момент мы решаем финансовое оздоровление предприятия, чтобы все вопросы, которые возникали, то есть, именно финансовым состоянием КТТУ, чтобы оно улучшилось. И после этого, естественно, мы продолжим работу по крупной узловой сборке. В чем преимущество? Это первый момент, что часть работы, которая будет выполняться здесь, естественно, это лишние рабочие, ну, дополнительные рабочие места, это дополнительное отчисление именно в краевой бюджет. То есть, это позиции краевых властей в том числе, если мы можем производить что-то сами, то есть, как бы, зачем нам покупать на стороне? Это вопрос, ну, именно таким образом. Очень часто, встречаясь даже в этой студии, мы говорим о том, что нужно полностью заменить подвижной состав трамвайной, да, я имею в виду. Если говорить в процентном соотношении, сколько нужно заменить? Сколько потребуется на это времени? Ведь есть такие трамваи, которым уже лет по 35. Большинство трамваев именно 30-35 лет. Даже те трамваи, которые мы сделали капитально-восстановительный ремонт, вы видите очень часто, трамвайный вагон «Татра» идет вот прям как новый. То есть, он получает жизнь именно в нашем. Завод по ремонту подвижного состава сейчас называется «Мастерские», только потому, что объем производства упал, все, а так это в полном смысле этого завода. Естественно, мы приводим в первозданный вид, и получается у нас новый трамвай в старом кузове. Сейчас нам дополнительно, для того, чтобы облик трамваев полностью был обновлен, это надо замена порядка 150 вагонов. 150 вагонов, ну, сами понимаете. А их всего 220, да? Всего 275, поэтому, да, то есть, как бы, чуть меньше половины у нас подвижного состава, это или новый подвижной состав, у нас 26 единиц покупалось в 2013-2014 год, да, то есть, как бы, плюс один в этом году, то есть, это трехсекционный. И где-то порядка 90 вагонов мы сделали именно капитальный ремонт, капитально-восстановительный ремонт. Алексей Иванович, ну, как уже я говорила, всех интересует, когда в Краснодаре появится вагон-ресторан в трамвае? Ну, вот, не запланирован этот был вопрос до нашей встречи в эфире, но, тем не менее, могу сказать, что буквально три дня назад у меня был первый инвестор, то есть, мы встречались, который сделал предложение по поводу того, чтобы взять у нас самый вот трамвай, который уже подходит к списанию, что он проинвестирует его в восстановление за счет инвестора, полностью, получается, выкупает, нам выходит на линию, платит нам за содержание трамвайного полота, контактной сети, то есть, как бы, и использует его как вагон-ресторан. Естественно, я сразу же предупредил о том, что тут вопросы надо согласовать, это и с органами ГИБДД, безопасность дорожного движения, согласовать с СЭСом, но, тем не менее, не пугает, то есть, поэтому в этот вопрос, я удивлен, что вы, как бы, со временем об этом узнали, то есть, как бы, прогнозируется, когда, я так думаю, что если это все оптимистично построено, то через полгода может это запуститься. То есть, а он будет работать по маршруту или это будет просто? Нет, если, ну, насколько я понимаю, то есть, как бы, факт то, что это, ну, он, понятно, что будет ходить по какому-то маршруту, но это как вагон-ресторан, потому что тогда смысл, если человек будет там проезжать только с билетом, то смысл тогда пропадет уже у инвестора. То есть, это же будет отдельная единица, отдельного подвижного состава, который никаким образом, то есть, как бы, не согласно расписанию, потому что он где-то может остановиться где-нибудь в тупике, то есть, как бы, забрать пассажиров, как мы рассмотрели, то есть, и ехать дальше. Я буду надеяться, что это будет 22 маршрут, я на нем каждый день езжу на работу. А, ну, то есть, если бы вы хотели, чтобы все-таки, да, совершенно верно, пока едешь, еще и сделать завтрак, то есть, там, очень удобный вариант, я так думаю, что да. Ну, давайте перейдем к более таким насущным вещам. Скоро в трамваях должны запуститься, проезд можно будет оплачивать банковской картой, так? Для чего это сделано? Когда? Вот, вообще, мы первые в России, то есть, как бы, опять же, обращаю внимание, даже в Москве или в Питере, сейчас этого момента нет, там пытались, то есть, мной был подписан договор с Сбербанком, буквально, ну, неделю назад, и в ближайшие две недели, то есть, на маршруте номер 5, опять же, где ездят и Метелица, и Витязь, то есть, появятся терминалы, причем для ТТУ это не будет стоить никаких денег, то есть, Сбербанк предоставляет терминалы, и смотрим массовость употребления банковских карт, то есть, еще раз разъясняю, это будет не транспортная карта, куда вы кладете деньги, а простая ваша банковская карта, причем, один из моментов для сотрудников Сбербанка, я сказал, что должна быть скорость операции, не то, что там набирать какую-то сумму, еще что-то, то есть, как бы, максимум, возможно, это будет без ПИНа, но ограничение платежа максимум 100 рублей, чтобы не переживали, что неправильно что-то сделают, кондуктор с возможностью возврата, и нажатием одной кнопочки, что это 20 рублей, вторая кнопочка, еще 20 рублей, то есть, стоимость билета будет запрограммирован сразу же. Это позволяет, два момента, жителям, ни мелочи, ни им, то есть, как бы, жителям не совсем нравится иногда, что даешь 100 рублей, тебе 80 рублей мелочи накидывается, то же самое, это не нравится нам, когда у кондуктора сумка весит, бывает, 15-16 килограмм, когда с мелочью, то есть, и опять же, прозрачность выручки, то есть, чем больше мы видим прозрачных денег в КТТУ, тем больше ни у кого не возникает сомнений, что в КТТУ кто-то, что-то где-то на чем-то химичит, как можно более прозрачность сделки. Мне кажется, что вот последняя задача такая, основополагающая в этом вопросе. Совершенно верно, то есть, прозрачность сделки, потому что я заступал на должность, когда там 100 миллионов только заработной платы в месяц выдавали наличными денежными средствами, сейчас и часть материалов покупали именно наличными денежными средствами, сейчас у нас полностью безналичная система платы, то есть, мы всегда можем увидеть, в любой след, в любой операции. Алексей Иванович, вас называют врагом троллейбуса. Я понимаю, наверняка это потому, что этот вид транспорта общественного, он нерентабельный, поэтому вы его не поддерживаете. Может быть, вообще тогда убрать и пустить, например, какие-то электроавтобусы, которые будут уже и с кондиционером, и удобные? Я, наверное, считаюсь врагом троллейбуса только по одной простой причине, что я категоричен в оценках, но, тем не менее, делаю все для того, чтобы троллейбус продолжал жить здесь у нас. Одним из самых последних моментов, это на троллейбусном маршруте номер 7, троллейбусный маршрут номер 20, мы увеличили выпуск подвижного состава где-то на одном маршруте плюс 5, на другом 6, и интервалы сбросили там с 12 минут до 7, до 8 минут. То есть, как бы факт то, что и мы увидели рост выручки. Сейчас я активно веду, занимаю активную позицию по поводу того, чтобы как можно меньше было дублеров маршрутных такси рядом с троллейбусными маршрутами. И в муниципалитете в этом понимании есть. В ближайшее время будет подписан документ планирования, который подразумевает приоритет отдавать общественному транспорту, именно электротранспорту. Поэтому говорить о том, что враг нет, просто категоричен. На данный момент он действительно очень убыточный. Вы сами видите, низкий пассажиропоток. Потому что, опять же, позиция какая? То есть, он едет медленней, раз, потому что есть спецучастки, то есть, как бы, нет выделенной полосы. Второй момент, у него еще цена на 2 рубля дороже, чем на маршрутке. То есть, это нонсенс, потому что, ну и, скажем так, дубляж, то есть, как бы. Поэтому вот эти все вопросы мы сейчас решаем. Ну и самый главный момент о том, что я не боюсь говорить о том, что время троллейбуса уходит не то, что он мне не нравится, а в скором времени появится электрический автобус. Да, это то же самое транспортное средство, но без штанг. То есть, она не привязана к проводам. То есть, не будет спецучастков, она скоро соблюдает. Но на конечных пунктах где-то будет система подзарядки, примерно так же, как у троллейбуса. Будущее за электрическими автобусами. А стоимость проезда такая же будет в электрических автобусах? Нет, ну электрические автобусы, тут же вы поймите, вся экономика с предприятия связывается именно из-за того, что сколько денег мы получаем, сколько можем тратить. Я поняла вас. Спасибо, что нашли время, пришли сегодня к нам. И я, к сожалению, не задала все вопросы. Вы прекрасный спикер, спасибо. Напоминаю, мы говорили с директором Краснодарского трамвайно-троллейбусного управления, Алексеем Князевым. Князевым. Увидимся на телеканале Кубань-24. Всего вам доброго.